Приветствую, мои хорошие, с вами Алексей Кразилайф, продолжаем проходить анабиоз. Что-то всё рушится, уже скрипит, я только начал эпизод и уже такая херобура. Ну да ладно, всё равно мы проходим на позитиве, на креативе, несмотря ни на что. Так, у нас получается патронов много, здесь тоже много, если что, можно взять ещё и хладомёт. Погреться нельзя? Похоже, что нет. Окай. По всей видимости, мы всё ближе и ближе к развязке сюжета. Это опять реактор, что ли? Но мы здесь были уже, только ниже. Можно, кстати, спуститься. Защита реактора. Неужели нельзя его остановить? Ну сделай же что-нибудь! Успокойтесь, некуда больше спешить. Ждать осталось совсем немного, скоро начнётся. Сколько времени ещё? Не знаю, это не подконтрольный процесс. Нужно уходить. Как уходить? А команда? Команда справится! Готовить вертолёт! Без визы капитана, я на это не пойду. Я тебе помогу. Пойдём на это вместе. Через 10 минут ждите на верхней площадке. Эх, вы с коты кинули команду. Что происходит, ребят? Кто мне схэшит? И вот оно, рассыпавшись в искре, угасло. Короче, помните, когда мы улетали на вертолёте? Ну, собственно, мы должны были отстреливать зомбарей, чтобы они не обрушили вышку. Я, правда, не совсем понимаю, зачем они угрожают, собственно, чуваку, который может управлять вертолётом. Ведь я так понимаю, что больше вертолётом управлять никто не может. Ну, застрелят они его ещё, но останутся здесь. Короче, команду киданули и, собственно, улетели. А может быть и не улетели, кто его знает. Но, по всей видимости, что улетели. Здесь-то мы их уже не видели в качестве зомби. Так, тут у нас что, какие-то разломы? Ничего себе. Корабль, похоже, мне помогает. Спасибо. Ха-ха, корабль. Ты чёткий парень. О, ещё и полечиться можно. Нихера себе на максимум. То есть вот такая вот небольшая доля мистики здесь присутствует. По всей видимости, зомби стали зомби не просто из-за того, что реактор рванул. А, по всей видимости, из-за вот этой как раз-таки мистики. Я думаю, что ближе к концу игры мы поймём всё-таки, что стало причиной вот этого зомби-апокалипсиса на корабле. Ну, судя по всему, это случилось из-за того, что вот как раз такое свинское поведение со стороны командования. На улицу, да? Ну, окай. Не особо я люблю ходить по улице, как я уже говорил неоднократно. Нихрена не видно, а? Куда иду? Чё иду? Чё делать? Просто бегу вперёд. Во-во-во-во-во! Как раз тот момент, о котором я говорил. Смотрите, они не зомби. Они, короче, пытались просто их стопорнуть, типа, чтобы они не улетали одни. А вот, по идее, мы были в воспоминаниях. Ну, всё понятно. Короче, команда пыталась спастись тоже, а эти твари хотели улететь в одно рыло. Но, конечно, всем не спастись на одном вертолёте. Я вообще не понимаю, в чём проблема? Они же могли просто где-то переждать поблизости от корабля. Зачем куда-то улетать? Или они просто боялись разрыва реактора, типа, чтобы ядерного взрыва не было? Подождите! Подождите! Я здесь ещё! Как же я? Куда же вы? Всё, улетели. Я же ещё... Я сейчас... А в большой семье клювом не щёлкай. Чё я могу сказать? Нас немножко подлечивают после каждого воспоминания. Это здорово. Бежим просто вперёд, вперёд, вперёд. О, спасибо. Ещё и двери мне открывают. Это очень хорошо. Даже очень хорошо. Так, нам нужно рубильник найти. О, спасибо. Здесь я его не вижу. О, уже свет включился. Тихо. Неспроста. А кто свет-то включил? Хо-хо, хорош. Наташка, ты чего? Обычно приходилось, короче, самому свет включать. Но чё-то как-то... Наташка, видать, приехала. Всё нам подключила. Сдохни, 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 тварь. Опа, ещё один. Опа, ещё один. Ну, этого можно с автомата размотать. Да, хорош, парень. Да, хорош, хороший, парень. Спокойся. Никого больше нет? По всей видимости, что так. Давайте, ребята, заберём патроны. Ещё немножко полечимся. Вот эти патроны заберём. Так, а куда нам? У нас есть лифт, и у нас есть проход. Может, на лифте? Нет. Тогда сюда. Как-то всё здесь подозрительно странно. Здорово, Кэп. Как дела? Чё творишь? Записулька. Однажды мы так же бесконечно долго стояли, и громкий шум разбудил. Стревоженно я быстро встал и вышел на палубу. Когда глаза привыкли, и небо отделилось от мраморного льда, я начал различать запутанные красные нити, которые тянулись от самого горизонта. Взглянув вниз, я увидел тело огромного белого медведя. Он лежал на лоскутах кровавого ковра, а вокруг светились маленькие серые люди. Они возбуждённо кричали, жестикулировали, и перебивая друг друга о том, как после долгого преследования им всё-таки удалось одолеть загнанное животное. Забившись в тесную щель между торосами, он впервые в жизни один на один противостоял не самой природе, а её наивысшему порождению. Это, конечно, всё печально, но где ты чё видел-то? Какие люди ещё? Люди какие-то. Патрончики. О, здорово, паучок. Успокойся, 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 успокойся. Чё вообще происходит, ребят? Кто скажет? Какого хера он там чё-то делает? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Короче, как и раньше, нужно отстреливать ему конечности. Да ты хорош, хорош Ни хера себе он за мной гоняется Сдохни, собака У него осталась еще одна нога Понял, 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 понял Отходим Вот злобный ухуй Отходим Все что ли? Ха-ха-ха Сдох, тварь А че это за разломы-то такие? Ну тут понятно, лед, а вот это что? Че за хрень вообще здесь происходит? Так, ребят, тут ничего больше нету, да? Ни патронов Ни хрена, да? Ни патронов, ни записок Ничего больше нету Ладно, едем дальше А лихо так мы с ним справились Здесь мы не пройдем А-а-а Я и думаю Че ты хочешь подобрать? Все, максимум Окай Дайте патрончиков немножко Хотя у меня, по-моему, ко всему максимум Разве что только к автомату нет К автомату не так уж много и патронов осталось Вдруг я заглянул на самого себя И увидел, что ничем не лучше их Или, может быть, я решил изменить этот мир Тогда нужно изменить хотя бы одного Даже если этим единственным окажешься ты сам Теперь я знаю, что он чувствует в тот момент Всем своим существам я ощущаю это теперь Айсберг необратимо сжимает свои тиски Бороться или сдаться Вот он, такой простой и самый сложный выбор в жизни Только так мы узнаем, из чего сделан Он испытывает нас Нет времени больше ждать Если нам позволено будет Мы вырнемся отсюда Господи Не покинайте Какие-то моменты и аспекты игры я еще до сих пор не понимаю Но, по всей видимости, как я уже и говорил Перед нами ставят просто моральный выбор И рассказывают историю, где мы должны понять Что такое хорошо, что такое плохо Что за херня? Я не могу заюзать А, ребят, помните это место? Здесь мишка стоял Вот здесь еще проход до кинотеатра Здесь мы брали пленку Помню, помню это место То есть, получается, я еще стоял здесь То бишь, получается, это был баг То, что я мог заюзать этого мишку Ну, понятно По идее, мы сейчас должны были смотреть это воспоминание А мы посмотрели его немножко раньше Так, тут у нас что? Вы хотя бы немножко дайте полечиться Сюда не подходим Это очень опасно Блин, так и туда идти опасно А куда еще идти? Сюда разве что Ничего себе Открываешь одну дверь Открывается вторая Да, хорош, хорош, хорош Что за хрень здесь происходит? Да пофиг вообще, что за хрень Главное, что можно полечиться на этой хрени Это корабль нам дает полечиться То есть, вот такими перебежками туда-сюда Самое главное, чтобы на улице еще зомбарей не было Потому что мало того, что хп отнимается от того, что холодно Так еще, если будут зомбари, будет вообще печалька Здрасте, я ваш новый работник Так, давайте еще раз полечимся Что-то не хочет мне эта красная херобора лечить больше Ну ладно, побежали вперед Так, стоп, стоп Вот сейчас я не понял, а куда нужно? Давайте еще раз Здесь дверь открывается, хорошо Не сюда, что ли? Да Ну, по всей видимости, она мне туда А куда тогда? Здесь нельзя пройти Ну-ка еще раз А-а-а Вон она что, Михалыч Она неплохо так хиляет Смотрите, на максимум почти Хм Ну, давайте сюда сходим Ни хрена не видно Давай хиляй меня Во Во Так, а теперь куда? По всей видимости, сюда Ладно, погнали Машина Перехожу на сверхний Это все хорошо Это все здорово То есть они, получается, наращивают скорость оборотов двигателя Что происходит? Ремонт окончен? Капитан может покупить корабль Ты что? У меня же груз Капитан, откройте дверь Капитан, откройте Что с вами? Самый полный сбит А радиограмма где? Ты что? Ему радиограмму отдал Ничего не понял Это, по всей видимости, как раз в момент катастрофы То есть, получается, его предупредили о том, что будет впереди айсберг А он, короче, его решил взять на таран Я могу ошибаться Сейчас мы скоро, наверное, узнаем об этом Что произошло Нихера здесь нету Хе-хе, ладно Хорош О, Капитоша Самый полный вперед Во-во-во-во Смотрите, айсберг Нихрена себе Чем дело? Кажется, ты этого хотел Бери штурвал, корабль твой Поворотов нет Рычаг не работает Не могу повернуть Помогай Рычаг хода заклинило Машина Полный назад Двадцать узлов идем Опасно Телеграф заклинило Давай реверс Под трибунал пойдешь Ход на реверс Патрон в турбинном отсеке Защита реактора Неужели нельзя его остановить? Ну сделай же что-нибудь Успокойтесь Некуда больше спешить Ждать осталось совсем немного Скоро начнется Сколько времени еще? Не знаю Это неподконтрольный процесс Нужно уходить Как уходить? А команда? Команда справится Готовить вертолет Без визы капитана Я на это не пойду Я тебе помогу Пойдем на это вместе Через десять минут Ждите на верхней площадке Отпускай хлеб твой по водам Потому что по прошествии Многих дней Опять найдешь его Постой Он говорит что-то Нет Ничего не слышу Да По всей видимости Короче Случилась как раз Эта катастрофа И собственно Они куда-то Поволокли капитана Но судя по тому Что они улетели На вертолете То скорее всего Они капитана Забрали с собой И вот его сердце Вспыхнуло огнем Желание Спасти их Вывести на легкий путь И тогда в его очах Засверкали лучи Того могучего огня А они Увидав это Подумали что он Рассверепел Отчего так ярко И разгорелись Очи И они насторожились Как волки Ожидая что он Будет бороться С ними И стали Плотнее Окружать его Чтобы легче Им было Схватить И убить Данка А он уже Понял их думу Оттого еще Ярче Загорелось В нем Сердце Ибо Эта их дума Родила В нем Тоску Выходим На улицу По всей видимости И погода На улице Нормализовалась Здорово Как долго Жи я этого ждал И помни Создателя Твоего В дни юности Твоей Таколе Не пришли Тяжелые дни И не наступили Годы О которых Ты будешь Говорить Нет мне Удовольствия У них Таколе Не померкли Солнце И свет И луна И звезды И не нашли Новые тучи Вслед за дождем То есть Лишний раз Доказываются Мои слова То что здесь Произошло Все не только Потому что Случилось Проблемы с реактором А как раз таки Из-за свинства Людей Во-во-во Как раз они Капитана Волокут Эх Эх вы твари Улетели И всех Киданули Вообще Вот этот Чувачок С реактора Мог им Не помогать Они бы В любом случае Вертушкой Управлять Не могли бы Тот день Когда задрожат Стригущие дом И согнутся Мужи силы И перестанут Молот Мерющие Потому что Их немного Осталось Помрачаться Смотрящие В окно И запираться Будут двери На улицу Когда Замолкнет Звук жерного Будет Вставать Человек По крику Петуха И замолкнут Черепень Но фишка В том Что взрыва Реактора Это не было Потому что Если был бы взрыв Тогда бы От этого корабля Мокрого места Не осталось То есть Он просто Там Видать Проплавил Часть корабля И то Кстати Лайтово Проплавил И все Собственно На этом Катастрофа Закончилась Весоты Будут Страшны На дороге Ужасы И зацветет Миндаль И отяжелеет Кузнечик И рассыплется Каперс Ибо Отходит Человек Вечный Дом Свой Готовы Окружить Его По улице Плакальщицы Нам что-то Постоянно Говорят Говорят Нихера Непонятно Правда Ну да ладно Я думаю Что может В конце игры Поймем О чем речь Серебряная Цепочка И не Разорвалась Золотая Повязка И не Разбился Кувшин У Источника Не Обрушилось Колесо От колодезем И Возвратиться Прав В землю Чем Он и был А дух Возвратился К Богу Который Дал Его Смотрите Ребят Мы как раз таки Находимся Над пропастью Над реактором И мы когда-то Давно-давно Были еще внизу Потом уже Соответственно В этом эпизоде Были здесь повыше Не понял Что произошло Что за бред Что-то проблемы Какие-то с текстурой По всей видимости Черт Короче По всей видимости Там какие-то Реальные проблемы С текстурами Что аж Вниз улетел Не буду близко Подходить К этому кратеру А то затягивает Аж прям Затягивает Насмерть Ладно Ребят Нам сюда Аккуратно Поднимаемся Как же я Меня забыли Не бросайте Не бросайте А как же я А лес все пел Свою мрачную песню И гром гремел И лил дождь Что сделаю я для людей Сильнее грома Крикнул Данка И вдруг Он разорвал Руками себе Грудь И вырвал Из нее Своё сердце Высоко Почем Его над головой Оно пылало Так ярко Как солнце И ярче Солнце И весь лес Замолчал Освещенный Этим факелом Великой любви И к людям А тьма Разлетелась От света Его И там Глубоко В лесу Дрожащее Пало В гнилой Зев Болото Люди Все же изумленные Стали Как камни Кинул взор Вперед себя На ширь степи Гордый Смельчак Данка Кинул он Радостный взор На свободную Землю И засмеялся Горд А потом Упал И умер Люди Радостный И полный Надежд Не заметили Смерти Его И не видали Что еще Пылает Рядом С трупом Данка Его смелое Сердце Только Один Осторожный Человек Заметил Это И боясь Чего-то Наступил На гордое Сердце Ногой И вот Оно Рассыпавшись В искры Угасло Все-таки Значит Данка Они убили Ладно Ребят Давайте На этом Завершим Эпизод У нас В следующем Эпизоде Будет Бой Собственно С главным Боссом А на этом Я с вами Прощаюсь Ссылка С прохождением Игры В описании Под видео Подписывайтесь На канал Ставьте Большой палец Вверх Вступайте В группу Вконтакт Всем Хорошего Позитива Удачи И пока Пока